всем привет как всегда благодарю вас за то что вы здесь за то что это все смотрите за то что пишите комментарии за то что мы с вами общаемся это то что материально поддержите канал никогда не бывает лишним спасибо ну а что что все вот нарисовано тут тоже стоит что-то такое да все понятно сразу все сразу ясно еще одна пластинка из моего сопливого детства чуть не сказал сопливой юности но в юности я уже другую слушал музыку а мое сопливое детство это конечно как и у массы советских школьников это black sabbath вот они красавцы вот эту серединку конверта в большинстве случаев мы вырезали и вешали на стены своих купчинских квартир мам папы спрашивали а что это кто эти люди но это ансамбль английский а что они поют песни мама хорошие английские песни да вот но робби кригер тут на подходе у меня кстати да в комментариях часто просят ту или иную пластинку показать рассказать да про робби кригера уже спрашивали я обязательно расскажу я показываю да потом расскажу как-нибудь 2024 год ну вот black sabbath сходили с ума все школьники и я в том числе очень нравился этот альбом и нравится до сих пор я его не могу сказать что часто слушаю но время от времени переслушаю у меня первые пластинки саббат все стоят на полочке с участием ози озборна потом то что дальше мне уже совсем не нравится просто да и с озборном две последние тоже так себе вот но когда переслушиваю образ пять лет получаю большое удовольствие потому что музыка очень хорошая и не только для детей сопливых она конечно хороша но и даже в моем возрасте есть там что есть чему удивиться и чему порадоваться как часто бывает пластинка ну вы наверное читали много в интернете про этот альбом там вот такие тексты просто стоит набрать black sound sound blade sound а сразу все это выскакивает все эти истории но что хочется сказать что альбом записывался в ужасных чудовищных жутких условиях я потом поясню не все так однозначно да как некоторые говорят условия все заключались в том что группа была практически на грани распада уже и физическое состояние господ артистов было совсем плохим то есть записи предшествовал тур в поддержку альбома волфо четвертого да как как мы знаем все и тони а йоми дошел до такого уже предела что на одном из концертов на последнем концерте не последнем концерте заявлен туре но на последнем концерте этого тура потерял сознание на последние песни пошел за кулисы рубанулся не доиграв до конца песни и тур прервали просто не на середине там несколько концертов оставалось но тур прервали по состоянию здоровья музыкантов вот и артисты поехали записывать следующий альбом среди пластинка посвящена отчасти вот этой самой мясорубки шоу-бизнеса по крайней мере первая песня саббат блади саббат она об этом и повествует что сейчас как там поется замечательно ну типа нам остается только умереть умереть для тебя бухгалтер менеджер продюсер и издатель и продавец то есть в принципе песня саббат блади саббат она про это вся про мясорубку шоу-бизнеса которая чуть не довела до гибели во время тура в частности тони айоми поехали они это все написано да я просто вкратце пробегусь что поехали не в лос-анджелес в студию которая им очень нравилась рекорд-плант где записывали и до этого они свою музыку но студия была одно помещение были было занято огромным синтезатором стиве вандера какой-то вот этот свой древний прибор стайл они перешли в другое помещение там просидели месяц ровно ничего не написав ничего не родив отчаялись поехали в англию сняли замок лируэл к лир вата вам или крюк лируэл не помню как называется уэльси в этом замке записывалась масса потом групп всяких разных включая моих любимых модных упал кстати про которых я расскажу как него и потом тоже и в этом самом замке тоже все ничего не катила они сидели песен новых нет и пора вообще разбегаться и жить на продаже предыдущих четырех альбомов но играть концерты ничего не лезть в голову и тони айоми возьми ты придумай замечательный риф с которого начинается песня сават блади сават сама и риф этот я могу сказать что он очень хороший не по нотам спел но это не важно по структуре зато похоже если этот риф замедлить в два раза сыграть с другими тембрами получится группа крим и вот я прихожу к тому что принято считать что black sap является фундаментом всего тяжелого металлического как вы хотите урока да это тот фундамент на котором все стоят все металлики все вот эти вот черти остальные и и проще там не знаю кто не интересуюсь этим всем иногда некоторые пластинка очень нравится кстати говоря но в целом за как-то мимо все вот да это фундамент на фундамент тоже на чем-то должен стоять до фундамент нашего дома стоит на земле правда вот и земля на котором стоит фундамент black сават это те самые наши любимые крим потому что легко проверить риф сават блади сават как я уже говорил в два раза замедляем играю с другими тембрами сводим по-другому получаем эрика клэптона и джека брюса ничего там плохого нет это никакой не воровство это самостоятельный риф совершенно самостоятельные хотя там это но он работает он как все все великие рифы они все очень простые возьмите там сайте сексон возьмите параноид там все что угодно айрон мэн там там нота в общем так это самое немного не шибко да но работает все круто я же не игры просмоканного но это та самая красота не надо мудрствовать тогда играть просто и доходчиво и понятно и получится гениальное произведение оно получилось да ну и после этого рифа якобы открылись двери сознания двери врата возможностей и группа выдала вот эти замечательные песни они все замечательные они все кайфовые до сих пор слушаю и радуюсь тому как они придуманы как они исполнены и как они спродюсированы как они аранжированы а продюсировали сами музыканты black sabbath вот что меня безумно радует здесь потому что ну многие ведь как как говорят про балаксов а оззи оззик оззик там пил курил остальные тоже пили курили господа они не пили курили как они пили курили мы все знаем я не знаю кто кто из вас там был за границей в америке в европе и бухал с какими-нибудь аборигенами местными все понятно как они пьют вот эти вот шоты по 40 грамм это все я пил я выпил четыре шота я-то пил до 4 по 4 по 40 пили они там курили не смешите они занимались музыкой и это слышно потому как здесь все сыграно как спродюсированы я уже говорю как аранжирована это тяжелая работа не тяжелая для музыканта что им это нравится это не тяжело но это это много времени занимает много сознания много души много репетиции это так просто на на шару выпил покурил и пошел сыграл никогда никогда в жизни это работа мастеров а мастера приходит к своему мастерству по длинной 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 высокой высокой лестнице которую надо пройти все поэтому пил курил там это блевал бил телевизоры там как про хубни написали потому что ла кейт мун мастер по разбиванию теле унитазов там и телевизоров а вах 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 нет нет не буду спорить даже бред вот и достаточно просто взять эту самую песню саббат блади саббат там есть один чудесный момент совершенно где меняется полностью картинка вся звуковая меняется звуковое пространство и не там где вы подумали не там где после рифа идет рефрен с акустической гитарой но это просто замена инструментов это просто перестала играть электрическая гитара заиграла акустическая а картинка в принципе осталась как было самая интересная фишка не знаю случайно это получилось или нет я надеюсь что нет и я уверен что нет потому что дальше тоже очень много таких вот интересных штучек которые просто как это вообще сделали когда думали самый кайф здесь когда начинается гитарное соло тони айоми после второго куплета по моему если я не ошибаюсь вот там вроде как ничего не произошло вроде как играет электричество и вдруг начинается соло и вся картинка перес переставляется вот так вот все все по-другому зазвучало раз просто добавилась солирующая гитара но все поплыло поплыло из-за за замерла в другой конфигурации бац просто здорово но я уже не говорю про этот басовая рифовая соло можно так сказать с опущенными струнами тоже находочка то еще конечно и вот там как раз осборн и поет что он там вот он там и поет последние строчки я слепенький living just for dying dying just for you да да вот это вот относится к мастерам шоу-бизнеса дальше идем и нашим акробат удивительная вещь что который начинается с задушенной полностью задушенной гитары из-под земли где-то она звучит потом все это вырастает но наливается силой мощью и когда уходит в этот адский риф тяжелый ту-ду-ду-ду с край бэби но край бэби кажется не просто край бэби педалька а вот такой вот педалью так играет а йоми и кайф тут еще в том что осборн поет два куплета двухголосим а третий куплет поет одним голосом и такая драматургия возникает сразу сразу какой-то открывается такую ах просто вот фишка простейшая кто только так не не делал но здесь она работает потрясающе просто так раз и заработал и песня зазвучала если он спел все одним голосом было бы все не так если бы все спел двухголосим превратилась бы наверно в какую-то налет эстрады появился когда этот разобрал немножко все просто элементарно примитивно но невероятно круто просто просто примитивно не относится к игре и к пению потому что спета здесь как говорят многие и как говорю я с детства что это лучше наверное из того что спел у вас был я уже про это говорю флав понятно просто немножко передохнули да с клавесинчиком аля клавесинчиком что такое играет с гитарой очень хорошо и сабра-кадабра обожаю я эту песню обожаю просто это настоящий рок-н-ролл это настоящий рок-н-ролл в широком смысле этого слова тут артисты господа показали что они все-таки не мудрствуют лукаво сидя в студии чтобы наиграть такое на синтезаторах которые появились вдруг в нашем распоряжении а это реальная рок-группа настоящая веселая злая и энергичные с тем самым духом рок-н-ролла который без которого ничего не получится получится группа оба какая-нибудь только разве что и как здесь включается вейкман чудесным тембром в рефрине синтезатора замечательным очень хороший подобран тембр тоже простенько и со вкус и так так к месту но в финале когда начинается безумие когда они начинают все просто веселиться в джеме в адском и вейкман играет в стиле такого сошедшего с ума элтона джона как и безумные буги это просто полный кайф такой отвяз такой улет с диким финалом просто красота красота killing yourself to life на второй стороне вот пошли ракешники после сабра кадабра killing yourself to life немножко передохнем в галлюцинациях на синтезаторе мук оззи озборна который играть не умел и синтезатор не освоил но все-таки натыкал набрал вот эту мелодию запомнил ее сыграл и в середине там такой псевдо симфонический кусочек очень интересный очень очень настолько весело настолько все это легко настолько все правильно и музыкально в каждой песне столько фишечек столько мелких таких вот даже вот смена двухголосия на один голос все вот это так работает так четко looking for today просто мажор мажор вперед и спирал архитект с симфоническим оркестром просто красота симфонический оркестр не влез в студию в лондоне где записывали собственно альбом я же говорил да из леса из этого замка они переехали в лондон чтобы записывать материал который придумали в студии этого самого замка в эльсе туда оркестр не влез они повезли в другую студию побольше и оззи озборн не знаю нот дирижировал очень классно все пошел пить пока